Дело идет о Третьей мировой войне. Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда к вам. К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят. Вот все у вас там соберутся и в вашей стране конец. В ночь на воскресенье 29 января несколько городов в Иране были атакованы неизвестными дронами. Израильская страна напала на штаб-квартиру Корпуса Стражей Исламской Революции, ключевого иранского воинско-политического формирования, базу спецназа КУЦ, Центра производства боеприпасов, а также военные базы в Хамадане и Киреджи. Издание «Аль-Арабия» со ссылкой на израильские СМИ охарактеризовало происходящее спецоперации Израиля по уничтожению иранской военной промышленности. По словам эксперта, отношения между государствами никогда не были особо гладкими. Вот эта ситуация, она сегодня привела к серьезным обострениям. И как бы Израиль заявил о том, что он готовит ширкомасштабную операцию против Ирана. Но говорить о том, как будет развиваться этот конфликт, наверное, преждевременно, потому что вообще регион Ближнего Востока – это регион очень подвижный, это регион, который находится в состоянии постоянного кипения, там сталкиваются многочисленные противоречия, многочисленные интересы. Для того, чтобы понять суть нынешнего конфликта, необходимо окунуться в историю дипломатических отношений Ирана и Израиля. Они считаются одними из самых запутанных на политической арене по целому ряду причин. Ну, во-первых, нужно отметить, что после Исламской революции 1979 года Израиль не признал Иран и расторг с ним государственные отношения. Ну и, в свою очередь, Иран не признает государство Израиль. Хотя в 2010-е годы были попытки преодолеть эти разногласия и как бы установить межгосударственные отношения, но к серьезным, так сказать, изменениям это не привело. Вторым, не менее значимым аспектом данной проблемы является вопрос о том, что Иран занимает самостоятельную позицию в отношении Израиля по сравнению с другими странами арабского мира. Иран – это шиитское государство, а большинство стран Ближнего Востока и Северной Африки – суннитские государства. С этой точки зрения у Ирана есть определенная линия поведения, отличная от других исламских стран. Последний период ознаменован осложнениями отношений с Ираном. Одной из главных проблем последние годы и десятилетия, наверное, была проблема ядерной угрозы Ирана, поскольку Иран активно разработал ядерное оружие, а Израиль категорически был противником того, чтобы Иран обладал ядерным оружием. И в этом смысле отношения между Израилем и Ираном очень сильно обострились. На сегодняшний день трудно сказать, будем ли мы видеть эскалацию этого конфликта, или он станет очередным эпизодом в Ближневосточной напряженности. Но факт региональных противоречий не отметить нельзя. Россия, в свою очередь, обеспокоена очагом вооруженного конфликта. Предположительно, она будет выступать в роли медиатора. Карина Саяхова, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин